В новые школы за новыми знаниями отправятся краснодарские первоклассники. Да и ни в одном районе строительства такого масштаба еще не было в истории Краснодара. В эксплуатацию ведут шесть новых школ и две новые пристройки. Сейчас мы находимся в одной из самых густонаселенных частей города. Этот микрорайон уже называют Большая Восточно-Кругляковская. Домов здесь много, но школы здесь не было по сей день. Сейчас ситуация исправляется. В микрорайоне Губернский почти готова одна из школ. К ней приступили в прошлом году. Ее возводит застройщик Югстроинвест за свой счет с последующим выкупом. Деньги на это уже заложены в региональных программах. Закончены кровельные работы, установлены все окна, построены индивидуальные тепловые пункты и насосная станция. Строители полностью завершили штукатурку и стяжку во внутренних помещениях. В школе разместятся мастерские для уроков труда, библиотека, медицинский кабинет, столовая, большой актовый зал, музыкальные. И хореографические классы, а также многофункциональные спортивные залы. На пришкольной территории оборудуют стадион, волейбольную и баскетбольную площадки, гимнастический городок. Окончание строительства намечено на 1 апреля 2018 года. А учеников школа примет с начала учебного года. В одну смену здесь смогут учиться 1550 детей. Она начнет разгружать ближайшие школы, которые сейчас переполнены. А рядом с губернским строится еще одна школа на улице имени Героя Аверкиева. Может быть, название улицы обязывает строить и здесь быстро, хоть и начали осенью этого года. Уже сейчас готовы фундаменты подвалы с гидроизоляцией. Эта стройка ведется уже по государственной федеральной программе «Жилище». Кстати, и финансирование новых социальных объектов по этой программе для Краснодара в этом году беспрецедентное. Застройщик должен сдать объект в первом полугодии 2019. И уже 1 сентября школа сможет принять также 1550 учеников. Там будет все необходимое для полноценной учебы. От просторных классов до стадиона во дворе. Она продолжит разгружать самую так называемую школодефицитную часть краевого центра. Для решения этой же задачи строится еще одна школа, но уже в микрорайоне Московском. Это неподалеку. Именно здесь находится одна из школ рекордсменов по количеству первых классов. 71-е. Новую школу строят на улице Байбакова. Трехэтажное здание уже возводит, все необходимые коммуникации готовы. Строительство рассчитывают завершить следующим летом, а первые ученики пойдут в новую школу в сентябре 2019 года. Это 1550 детей в одну смену. Возводит ее застройщик за свои деньги, а после ввода в эксплуатацию объект выкупят за счет региональных программ. Это уже подтверждено. Причем работы на участке не закончатся. Почти 7 гектаров планируют занять еще одной школой на 1100 мест и детским садом. Это уже перспектива следующего этапа. А пока продолжим обзор тех школ, которые сейчас строятся. Это ведь еще не все. А сейчас мы находимся в пригороде в школе в хуторе Ленина. Здесь строится одно из самых долгожданных образовательных учреждений в городе. Пока в хуторе только одна школа. Она начальная и при том серьезно переполнена. Проект «Масштабные школы» состоит из пяти корпусов, которые объединены между собой переходами. Общая площадь здания – 20 тысяч квадратных метров. Это блок начальной школы на 16 классов среднего и старшего звена. Актовые и спортивные залы, столовая, административный сектор. Все здания возведены и сейчас ведут отделочные работы. Учреждение рассчитано на тысячу детей в одну смену. Учиться в ней начнут уже с 1 сентября 2018 года. А теперь посмотрим другую часть города – район западного обхода. Здесь идет масштабное строительство жилых комплексов. И в сентябре начали возводить школу на улице Марины Цветаевой тоже по федеральной программе «Жилище». Новое общеобразовательное учреждение будет состоять из двух блоков – на 480 мест для учащихся начальных классов и на 620 для старшеклассников. Итого 1100 детей смогут ходить в школу в одну смену. А пока для их успешного образования готовят прочный фундамент. Расчищена площадка под будущее благоустройство, проложены временные строительные дороги. Застройщик обещает, что в срок уложится, а значит школу сдадут в эксплуатацию в августе 2019 года. Такой же большой и оснащенный обещает быть и школа на красных партизан вблизи западного обхода. Уже готов фундамент, новые школы работы продолжаются уверенными темпами. Учреждение также строят по федеральной программе «Жилище». Подрядчик обещает открыть школу в сентябре 2019 года. За парты в одну смену здесь сядут 1100 ребят. А еще в городе строят новые корпуса для уже существующих школ. Они помогают разгружать учебные учреждения, да и оснащение новых корпусов на уровне самых современных школ. На улице Бакинской возводят корпус для 23-й гимназии. Это будет трехэтажное здание. Его соединят с учреждением переходной галереи и сделают отдельный выход на улицу Дзержинского. Здесь будет свой пищеблок. Все работы должны закончить в октябре 2018 года. В одну смену корпус будет принимать 400 ребят. Строительство еще одного корпуса запланировано для 81-й школы. Она находится на улице Сербской в поселке Пригородном. Новый корпус будет возведен по типовому проекту с переходной галереей и своим пищеблоком. Новое здание сможет также принять в одну смену 400 детей. И для завершения объекта у подрядчика есть ровно год сдачи в конце следующего, как и на Бакинской. Учиться в новом корпусе будут первоклассники. И так за два года в эксплуатацию ведут шесть новых школ и два корпуса. Если взять общее количество краснодарских школ, их, кстати, около 90, то сейчас строится десятая часть. Это 8650 школьных мест за партами. Серьезные цифры и большие темпы, которые позволят сократить дефицит школьных мест. Продолжение следует...